Раскрыта тайна о голубях с китайскими передатчиками. Подробнее об этом сегодня в Информбюро. Добрый вечер. В студии Оскар Мендебаев и мой коллега Ерганат Кубжасар. И смотрите прямо сейчас. В Казахстане планируют изменить модель госуправления. С чего начнут? Правда ли, что может сократиться численность госслужащих? О каком соцпакете для чиновников идет речь? Что такое кадровый президентский резерв и какое будущее его ждет? Птицы с иероглифами. Как чиновники объяснили появление в Казахстане голубей с китайскими передатчиками? В двух областях были обнаружены такие птицы с чипами на хвостах и лапках. Действительно ли они являются носителями важной информации? Какой? В лихие 90-е в западноказахстанской области убили предпринимателя и всю его семью. Что перед смертью успела сообщить супруга бизнесмена? Каковы мотивы убийства и комментируют ли ситуацию полицейские? Претензии пациентские. Расиму Тимирваеву отправили на платное УЗИ? Почему? Ведь в рамках обязательного медстрахования эта услуга оказывается бесплатна. Я считала, что я гарантирована под этим медицинским страхованием. На что могут рассчитывать казахстанцы с внедрением страхований в медицине? И обо всем по порядку. Алма-Атинке Расиме Тимирваевой в поликлинике выдали талон на платное УЗИ. Женщина недоумевает. Ведь в Минздраве обещали, что после введения обязательного медицинского страхования такие услуги станут бесплатными. На что могут рассчитывать казахстанцы и что делать, если вас просят оплатить анализы или обследование, узнавала Мадина Исюмбаева. Расима Тимирваева на днях из-за ухудшения самочувствия пришла на прием к эндокринологу в поликлинику. Врач после осмотра выдала женщине талон на платное УЗИ. Когда я спросила за бесплатные талоны по УЗИ, она сказала, что с 1 апреля сейчас только многодетные идут. Пенсионеры и инвалиды. Я говорю, мы же не условно застрахованы. Мы два года платим взнос. В этот раз я не планировала тратить деньги, потому что я считала, что я гарантирована под этим медицинским страхованием. Расиме Тимирваевой пришлось пройти УЗИ в платном отделении поликлиники. Разбираться не было сил, рассказывает женщина. В самом учреждении сообщили, что пациентка просто не захотела ждать неделю, чтобы пройти ультразвуковое исследование. Заступились здесь из-за эндокринолога. Недавно вышла на декретную. Может быть, она полностью не могла толком нормально объяснить. Поэтому я ей, наверное, сказала, что с 1 апреля. А так у нас смс идет с 1 января. Ей сказали, что нужен был, пожалуйста, если у нас есть очередь, если хотите, будьте ждать. Но и написала ей бумагу, что нужно пройти УЗИ. Она самостоятельно пошла, сделала УЗИ. Заместитель главного врача 10-й поликлиники заявляет, что с сотрудниками и пациентами ведется разъяснительная работа. Теперь все медучреждения взаимодействуют друг с другом. И если в какой-то клинике, к примеру, нет пульмонолога, то пациенту выдадут направление к этому специалисту в другую больницу. Ведется большая работа. Везде аудиоролики у нас крутятся, везде стенды, буклетики, лифлеты. Это везде у нас раздается пациентам. В фонде ОСМС отметили, что направление на УЗИ пациенту дают при наличии показаний. Ожидание до 10 календарных дней. Если оно превысит декаду, то фонд медстрахования оштрафует клинику. Все участники ОСМС могут получать бесплатно услуги КТ и МРТ. Но если вас заставляют оплачивать обследование или анализы, вы можете обратиться в службу поддержки пациентов при поликлиниках и отправить жалобу через мобильное приложение M-Water или на сайт фонда ОСМС, а также по номеру 1406. Тайна голубя с красными иероглифами на крыльях и лапках раскрыта. В октябре жители Восточно-Казахстанской области взбудоражило сообщение о китайских голубях с микрочипами, залетевших на территорию нашей страны. Первые сообщения о таких голубях впервые появились еще 4 года назад. Тогда жители села Бекалка нашли мертвого голубя с черным пластиковым кольцом, шестизначным номером и голограммой на лапке. Крылья птицы также украшали надписи с красными иероглифами. В прошлом году жители Катун-Карагайского района Восточно-Казахстанской области обнаружили живую птицу с прикрепленными кольцами, украшенными красными иероглифами. Объяснение этому дал пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет. На своей странице в социальной сети он сообщил, что это спортивные голуби. Микрочипы и голограммы содержат информацию с личными данными голубей и помогают отслеживать их полет. Разведением спортивных пород голубей занимаются специальные питомники – голубиные фермы. Одна из них находится в Румчи, центре Синьцзян, уйгурского автономного района, питомцы которой время от времени стали залетать в пограничные зоны Алматинской и Восточно-Казахстанской областей на расстоянии до 700 километров от места рождения. 23 человека вызвалили из снежного плена минувшей ночью спасатели Карагандинской области. В честь предупреждали о закрытии дорог из-за метели, гололеда и тумана. Но некоторых водителей непогода застала в пути. Снегопады накрыли почти всю территорию страны. Сегодня многие жители Карагандинской области утром не могли открыть входные двери. Их замело. Аварийно-спасательные работы шли на дорогах в четырех районах Карагандинской области. Из-за сломавшихся или застрявших в заносах легковых машин спасатели эвакуировали 20 взрослых и троих детей. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась. Люди доставили в ближайшие населенные пункты. Автомобили отбуксировали на очищенные участки. Синоптики говорят, штормовое предупреждение сохраняется на ближайшие трое суток. По данным Казгидромета, в большинстве областей будет идти снег. На севере и в центре – бураны. Жителям сел рекомендуют не выходить пешком на дальние расстояния, а водителям воздержаться от долгих и особенно ночных поездок. Также обращаем внимание владельцев и водителей транспортных средств на дизельном топливе, общественного транспорта, избирать умеренную скорость, следить за информацией о состоянии автодорог и, конечно, следить за исправностью автомобилей. К событиям в мире. 60 человек пострадали в Лос-Анджелесе после сброса авиатоплива. Это произошло в ходе экстренной посадки лайнера, на борту которого находилось 288 человек. Через 15 минут после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай, пилоты сообщили о проблемах с двигателем. Лайнер развернулся и начал сбрасывать авиакеросин, чтобы снизить вес для безопасного приземления. Сброс топлива пришелся на жилые районы. Около 60 человек, в том числе дети, обратились за медицинской помощью с жалобами на раздражение кожи и затруднение дыхания. Посадка прошла успешно. Никто из пассажиров не пострадал. А президент Ирана Хасан Рухани призвал военных извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении украинского лайнера. Рухани назвал случившейся непростительной ошибкой и попросил у Украины прощения за сбитый самолет. По данным CNN, лайнер сбили сразу две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса ТОР. Тем временем, в рамках расследования трагедии, иранские правоохранители задержали мужчину, заснявшего момент попадания ракеты в украинский Боинг. Кадры появились в сети через несколько часов после падения самолета, в чем конкретно обвиняют задержанного не сообщается. Но известно, что эксперты New York Times подтвердили подлинность видео. В Казахстане у госслужащих может появиться свой социальный пакет. Такую идею сегодня озвучил глава государства Касымжимар Тукаев во время встречи с молодыми специалистами, попавшими в президентский кадровый резерв. 300 человек прошли жесткий отбор, и в ближайшее время, в течение пяти лет, они займут должности в госучреждениях и будут принимать важные для страны решения. При этом президент потребовал от них эффективной работы и предложил изменить модель госуправления. Зарина Беремкул с подробностями. Сегодня в резиденции президента было как никогда много молодых лиц, средний возраст, попавших в кадровый резерв 31 год. При этом у многих внушительный стаж работы в своей сфере деятельности. Тут лучшие из лучших. На выбор комиссий не влияли косвенные факторы, вроде родства с высокопоставленными чиновниками, хотя такие и были в числе заявителей. При этом резервистов часто сравнивают с легендарными тремястами спартанцев. Именно за вхождение в этот резерв шла конкурентная и интеллектуальная борьба прецедентов. По планам агентства по делам госслужбы в этом году получат новые должности 100 человек. 55 кандидатов уже нашли работу. Там есть и акиматы регионы, есть министерства. В основном и есть даже в министерствах у них не высокие должности. Зам, директора департамента, начальники управления. Вот на такие позиции. У нас буквально политическую должность занял, даже нельзя сказать, корпус ада, наверное, больше. Вот МИД стал ответственным секретарем, но у него, видите, он с самого начала занимал высокие позиции. Обращаясь к молодым людям, президент сказал, что Казахстану нужна новая модель госуправления, где чиновники не должны бояться брать ответственность и принимать нестандартные эффективные решения. Вопрос эффективности работы чиновников для Казахстана очень актуален. Порой из-за частых кадровых перестановок на разных уровнях важные государственные программы не исполняются надлежащим образом. Зарина, что по этому поводу, сказал Касамжумар Тукаев. Да, Оскар президент сравнил министров со стрекозами, которые скачут с одной должности на другую. Он отметил, что за последние годы изменения в госаппарате происходили больше 500 раз. Но при этом наравне с критикой глава государства подчеркнул необходимость поощрять ответственных госслужащих. Мы должны создавать надлежащий социальный пакет для государственных служащих, как, например, в Японии, где государственные служащие, достигнув уровня, допустим, директора департамента, с большим удовольствием уходят на пенсию, поскольку они обеспечены социальным пакетом. Это раз. А с другой стороны, они пользуются уважением в обществе, поскольку энное количество лет они отработали в министерстве и внесли свой вклад в развитие своего государства. Отобранным 300 людям из президентского резерва будут предлагать должности в соответствии с их опытом работы на госслужбе. Есть уже и те, кто не желает трудиться рядовыми специалистами. Им предложат другие вакансии, которые они вправе рассмотреть или отклонить. В резерве они пробудут 5 лет. Но на этом набор не заканчивается, ожидается еще один. Новости информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. В Западно-Казахстанской области, в селе Янайкино, убили бизнесмена и всю его семью. Затем преступники подожгли дом. Инцидент произошел накануне ночью. Одна из местных жительниц рассказывает, что перед смертью жена предпринимателя успела позвонить соседке. Она успела позвонить Ленин, что нас убивают. Сначала не поверили, но и так вот потихонечку. Один, чтобы вот так вот убивать? Нет, не было. Несчастные... На окраине села загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались жители села. 66-летний Александр Запрометов, его супруга и 42-летний сын. Глава семейства еще в советское время возглавлял совхоз Янайкина. Позже создал ТОО «Лесное» и занимался животноводством. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что это дело на особым контроле у МВД. Благополучная семья, имела свой авторитет. Сам хозяин Александр Ленин-Диктис многие годы работал директором совхоза, в этом совхозе Янайкин. Очень умеет свой вес, авторитет. Всегда решали все насущные проблемы, мою кровью. В Шымкенте рассказали о причине трагедии, когда из-за обвала грунта погибли два человека и один пострадал. Инспекторы по труду пришли к выводу, что виной всему несоблюдение мер безопасности и ненадлежащий контроль на строительном объекте. Вина предприятия здесь 100%, так как здесь вины работников отсутствуют. Со стороны генерального подрядчика не было соблюдено рабочий проект. Там должно быть треступенчатый откос, но это не было соблюдено со стороны генерального подрядчика. Получается, не соблюдено уклон. Несчастный случай произошел 8 ноября на территории строящегося многоквартирного дома. При рыче котлована на глубине 22 метра произошел обвал грунта. Вместе со спецтехникой под завалом остались три человека. Экскаваторщик и водитель погрузчика не выжили. Удалось спасти лишь машиниста. После трагедии работы на объекте продолжились. Свои выводы эксперты передали правоохранителям. Известно, что работодатель выплатил семьям погибших в общей сложности 17 миллионов тенге. Соблазнный риск на каждом шагу. Такой вывод сделали антикоррупционные службы после проверки государственных коммунальных предприятий в Караганды. Выяснилось, что вместо пяти положенных дней люди месяцами ждут технические условия на подключение тепла. О каких еще фактах идет речь, расскажет Людмила Батюшкина. В Караганды немного улиц в частном секторе имеют центральное отопление, но житель одной из них пытался подключить свой дом к магистральной трубе. Заявление, на рассмотрение которого по закону отводится пять дней, пролежало в компании «Теплотранзит Караганда» два с половиной месяца. «Услугополучатель дал заявку на подключение к теплоснабжению, скажем, вот в это время, и он живет уже в этом помещении, и два с половиной месяца ждет вот этих разрежительных бумаг. Вы представляете, какой дискомфорт он ощущает? За хороший подход могут тебе сделать и все, что нужно, несмотря ни на что». Работу другого услугодателя, Караганды и Су, раскритиковали еще больше. Антикоррупционеры уверены, что там деньги идут мимо кассы предприятия. «В Караганда и Су мы выявили вообще такие моменты, что никакие ворота. Работают еще методом Мезозойской армии. Там ничего не фиксируется практически». Мало того, что в законах имеются пробелы, так еще и потребителям, чтобы получить технические условия на подключение, приходится обходить разные подразделения предприятия. «Мы сейчас над этим вопросом работаем. Все эти замечания мы приняли к сведению. И сейчас пытаемся устранить, выстроить так процесс, чтобы сократить максимально сроки выдачи технических условий и привести их в соответствии с требованиями действующего законодательства». Местные исполнительные власти сейчас готовят специальную карту Караганды, на которой отметят точки, где, возможно, будет подключиться к коммунальным магистральным сетям. Предположительно, она снизит коррупционные риски. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорум-бюро, Карагандинская область. Антисанитарию и хаос на кухне в компании по доставке суши сняли на видео в Шемкенте. Клиенты, заказав японское блюдо, почувствовали, что оно несвежее. Ну а, придя с претензиями в офис, увидели своими глазами, как готовят такую еду. Можно ли на основании этих кадров добиться проверки точки общепита, расскажет Александра Ким. Это видео снято на кухне одной из многочисленных служб доставки суши. Тут хаос. Повсюду немытая посуда, рыба на грязном полу, готовый рис вывален ведро из-под акриловой краски. Это видео мы показали специалистам городского департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Однако ведомстве заявили, оснований для проверки недостаточно. Для того, чтобы определить, нужна ли проверка этому объекту, мы изучаем досконально эту жалобу. И когда человек описывает свое состояние, возможно, после посещения этого объекта. Или же это будет экстренное извещение, скажем, с лечебной организацией. Основной ингредиент суши – рыба, и чаще всего сырая. В Японии ее готовят свежепойманной, но в Казахстан привозят охлажденной или замороженной. Остается надеяться, что заморозка была сделана качественно. Если рыбу замораживают уже не свежие или нарушены условия хранения, такая рыба кишит болезнетворными бактериями – кишечной палочкой, червями, паразитами. Симптомы отравления появляются через полчаса после приема пищи. Если вовремя не обратиться в лечебное учреждение, идет обезвоживание организма, которое в свою очередь ведет к сердечно-сосудистым недостаточности, к почной недостаточности, правильно? Конечно, после этого человек может умилить. Выбирать только надежные проверенные заведения, советуют специалисты. Также рекомендуют питаться суши не чаще двух раз в неделю. Не оставлять блюда для употребления на следующий день. Для блокировки роста вредных организмов есть случай с добавлением васаби, который является антисептиком.